Вот так выглядела медаль в 1989 году. Юлия Галкина по специальности учитель русского языка. В аттестате у нее была всего лишь одна четверка по математике. Противоположная ситуация у ее коллеги. Она математика, школу окончила с одной четверкой по литературе. Обе серебряные медалистки и обеим до сих пор обидно, что не дотянули до золота. Хотя в свое время разницы между медалями не было. Они давали одинаковые льготы. Мне достаточно было из четырех экзаменов высшего учебного заведения, которые я выбирала, сдать первый на «отлично» и я освобождалась от трех других. Поэтому в моем случае все сложилось. Действительно, экзамен я первый сдала на оценку «отлично» и поступила в Барнаульский государственный педагогический институт. Отбор на медаль был серьезный. Сначала школа определяла медалиста, потом уже краевая медальная комиссия должна была одобрить кандидатуру. В моем случае, да, тоже получила серебряная медаль. Наш учитель, которая вела, она сказала, что я ухожу из школы, и мне просто заниматься в дальнейшем продвижением работы в городе и крае нет возможности, потому что у меня, я уже трудоустроена, у меня другое место работы. Поэтому у меня в эти статьи одна четверка. Еще совсем недавно за серебряную медаль в некоторых вузах прибавляли баллы. Плюс медалист имел преимущество при одинаковых результатах ЕГЭ. Также студент получал повышенную стипендию. Но с 2014 года школы больше не выдают серебряные медали. Сегодня есть один знак отличия – за особые успехи в учении. Но, по сути, те же золотые медали. На нее могут претендовать только абсолютные отличники. Очень много было негативного среди родительской общественности, когда действительно дети, заканчивающие школу с одной четверкой, или даже в эти статьи у них одни пятерки, но только в определенном полугодии была одна четверка, ребенок уже терял право иметь эту медаль. Вернуть серебро с нового учебного года предложил министр образования России Сергей Кравцов. Так, школьник будет иметь право на две четверки в каждом полугодии и не более двух четверок среди годовых оценок в 10 и 11 классах. Кроме того, выпускнику нужно подтвердить свои знания на ЕГЭ. Количество баллов должно быть выше минимального порога. Юлия Галкина, как директор школы, такой возврат к прошлому одобряет. Ведь иногда ученика от золотой медали отделяет всего лишь один шаг – внезапная болезнь, смена школы или учителя. Неважно, золотая это медаль или серебряная, важно, что имя твое как ученика все-таки было вписано красивыми буквами в историю, в частности, моей школы. Ирина Корчагина, Егор Волков, День с толком.